Шалом! Еврей не может верить в Иисуса Почему не может? Потому что не может Потому что еврей, верующий в Иисуса Это нонсенс Это уже не еврей Это христианин Именно это вы очень часто услышите Говоря с евреями о вере в Мессию Иешуа Что же на это можно ответить? Об этом сегодняшняя программа На первый взгляд Весь этот аргумент Звучит логично Действительно Коли ты веришь в Иешуа То как ты не называй его Иешуа Или Иисус Мессия Иешуа Мессия Иисус Или Иисус Христос Суть не в этом Суть в том, что ты веришь в того В кого верят христианин Это раз Два Христианство и иудаизм Это две разные религии Каждый со своей историей Традицией Обычаями Священными книгами Вероучением И конечно же Да, можно признать Что христианство Действительно родилось В лоне иудаизма Конечно Можно признать Что оно унаследовало От иудаизма Как Танах Который христиане Называют Ветхим Заветом Так и еще Много чего Однако С тех давних времен Когда христианство Родилось Фактически Как одно Одно из направлений В иудаизме Эпохи Второго храма Когда первые Последователи Ишоа Были Почти исключительно Евреи С тех давних пор Утекло Очень много Воды Обе религии И материнская И дочерняя Очень сильно Изменились Каждая оформилась В нечто Совершенно Отличное От другой И поэтому Сегодня И к тому же Конечно Христианство Оно признает Божественность Мессии Ишоа А иудаизм Сегодняшний Не признает Ни божественность Мессии вообще Ни божественность Ишоа В частности Ну и Это второй И соответственно Вывод отсюда Из этих двух Моментов Такой Что Действительно Христиане Это христиане Иудеи Это иудеи И не морочите голову Еврей Верующий В Иисуса Это уже Не еврей А христианин Он не может Быть Иудеем Веря В Иисуса Он может быть Только христианином И точка Вопрос закрыт Не морочите голову Пойдемте лучше Попьем кофе И просуждаем О погоде О сезонных Распродажах И о политике Вот Такая вот Логика Вроде бы как Звучит это все Действительно Логично Но лишь до тех пор Пока мы с вами Не зададим Два Очень важных Вопроса Связанных Друг с другом Вопрос первый Кто еврей А кто Не еврей То есть В чем суть еврейства Суть еврейства В генах Суть еврейства В истории Суть еврейства В культуре А в религии Может быть В их комбинации Какой-то И второй вопрос У кого есть Право решать Вы еврей Или вы не еврей Другими словами Вы сами Определяете Свое еврейство Свое я Свое еврейское Самосознание Или вы Отдаете Это право Кому-то другому Право решать Кто Вы Есть Поиск ответов На эти вопросы Требует Как минимум Ясной головы Однако Есть одна вещь Которая парализует Нашу способность Рассуждать Конечно Есть не одна вещь Которая парализует Нашу способность Рассуждать Но сегодня Я хочу поговорить Об одной Из таких вещей Что это за штука Послушайте Что я вам скажу Недавно Один мой знакомый Француз По имени Рафаэль Попросил меня Отредактировать Русский перевод Брошюры Которую он Написал в прошлом году Он рассказывает В этой брошюре О том Как с ним Случился Инсульт Тяжелое Кровоизлияние В мозг И он В общем Чудом Выжил По молитвам Своей жены Лидии Своих детей Тоже верующих И многих друзей По всему миру Я хочу Смотреть вам Один отрывок Из этой брошюры После полного Тяжелое на помощь. Невозможно описать это ужасное состояние. В моей истории болезни было записано, что наша семья верующая. Все это время у меня не было контакта с Богом. Сейчас я знаю, что Бог не оставлял меня ни на секунду. И если бы я умер, то ушел бы к Нему. Но я не чувствовал Его присутствие. Это трудно объяснить, но могу сказать одно. Я ощущал себя совершенно одиноким. Бредил и не мог даже думать ни о моем Создателе и Спасителе, ни о моей семье. Это полное одиночество и изоляция были сущим адом. Лидия почувствовала это и стала молиться с друзьями о том, чтобы ко мне вернулась вера. Несмотря на мое бредовое состояние, Бог ответил на эту просьбу. В те дни Лидия вела дневник, исписав в нем страниц 10. И недавно я их прочитал. Узнав из него о неизвестных мне до этого переживаниях Лидии в те дни, я плакал. Кавычки. Цитата из дневника. Я верю, что мы с Рафаэлем проходим через огонь, который очищает всю нашу семью. Да даст нам Господь смирение, веру и силы. Я чувствую, что Рафаэль страдает, как Ишуа, от разделения с отцом. Хотя на самом деле это и не так. Кавычки закрываются и конец цитаты из этой брошюры, которую я хочу вам привести. Разделение с отцом, о котором пишет в своем дневнике его жена Лидия, это то, что Ишуа пережил на кресте, когда закричал «Эли, Эли, Лама Азавтани!» «Боже мой, Боже мой!» «Зачем?» «Почему ты меня оставил?» Эти слова выражают ужас одиночества, который нам с вами не представить себе и не понять, почему. Ведь одиночество знакомо практически каждому человеку. Мы знаем, что это такое. Может быть, если не с детства, то с отрочества. Но то одиночество, которое испытал перед смертью Ишуа, было совершенно другим. Это была богооставленность. И эффективнее всего нашу способность рассуждать, думать головой ясно, парализует, по-моему, страх. И вот один из основных человеческих страхов, как мне кажется, это боязнь одиночества. Может быть, вы, услышав это, усмехнетесь и подумаете, «Ха, тоже мне один из основных человеческих страхов. Я настолько привык к одиночеству, что уже давно не боюсь никакого одиночества». Возможно, действительно, вы интроверт, вы не любите большие шумные компании, вы вполне неплохо чувствуете себя на прогулке в одиночку, любите усесться где-нибудь в кресле за книжечкой интересной и очень долго и тщательно выбираете себе друзей, которых у вас, может быть, совсем немного, может быть, один-два всего. Тем не менее, я уверен, что даже вам очень важно хотя бы время от времени видеть и слышать близких, родных, любимых и любящих вас людей, даже если у вас их совсем немного. Я уверен в этом по той простой причине, что одна из наших основных потребностей – это любовь. Мы хотим чувствовать, что нас любят. Мы хотим быть любимыми, принятыми и понятыми. Соответственно, мы не хотим быть непонятыми, отвергнутыми и нелюбимыми. Потому что мы не хотим оказаться в полной изоляции и в полном одиночестве. Мы просто для этого не созданы. Ни один из нас. И у большинства из нас потребность в любви удовлетворяется, конечно, прежде всего в семье. Нашими родителями и бабушками, и дедушками в детстве. Затем, когда мы подрастаем, у нас появляются также друзья, потом появляется, как правило, муж, жена, дети. И они выходят, может быть, даже на передний план по сравнению с родителями, с бабушками, с дедушками. Конечно же, остаются друзья, появляются новые друзья. Есть коллеги по работе, есть соседи и так далее. И, разумеется, не во всех этих людях мы нуждаемся в равной мере. Понятно, что отношения с женой или мужем, с родителями или детьми для большинства из нас гораздо важнее, чем отношения с дальними родственниками или соседями. И, разумеется, не всегда все в жизни бывает идеально. Но, в любом случае, как правило, у нас все-таки есть хотя бы какие-то люди, которые составляют самый близкий наш круг. То есть, мы дорожим их добрым отношением к нам и их общением с нами. Теперь давайте учтем также, что в массе своей наш народ по-прежнему не принимает ни самого Ишо, ни евреев, уверовавших в него, как в Мессию Израиля. И более того, таких евреев принято называть презрительным именем выкрест или предатель. Некоторые даже считают их, то есть, нас, самым большим позором нашего народа и причиной всех наших самых страшных бед. Ну, а теперь, как говорят в передаче «Что, где, когда», внимание, вопрос. Отдаёте ли вы себе отчёт в том, насколько страх быть отвергнутым за веру в Ишуа вашими еврейскими родственниками и друзьями и членами семьи определяет ваше отношение к Ишуа и к вере в него? Насколько этот страх блокирует ваш разум от мыслей о возможности верить в Ишуа? Прежде чем вы решите, что я слишком глубоко пытаюсь залезть вам в душу и закройте эту интернет-страницу, которая сейчас открыта на вашем компьютере или закройте этот звуковой файл, mp3-файл, который вы служите в наушниках, я хочу сказать вам ещё кое-что. Вы отлично знаете, что даже имея замечательных родителей, супруга или супругу, детей, друзей, каждый из нас всё равно по большому счёту одинок. В нашей жизни есть вещи слишком глубокие и слишком личные для того, чтобы делиться ими даже с самыми близкими нашими людьми. И возможно, вы уже совершали когда-то эту ошибку, делясь этими вещами с человеком, который хотя и близок, и дорог вам, и любит вас, и понимает вас во многом, тем не менее, он не способен понять вас до конца. И возможно, вы потом жалели о том, что поделились вот этими самыми глубокими и самыми личными вещами. с этим человеком. Так вот, что я хочу сказать. Уверовав в Ешуа, вы, возможно, и даже наверняка лишитесь некоторых друзей и общения с некоторыми еврейскими родственниками. Может быть, тоже. И это, конечно, будет неприятно и нелегко. Мне, во всяком случае, было нелегко услышать от некоторых моих близких слова «выкрест» и «предатель». Но вера в Ешуа означает не только лишение общения, но и приобретение. И вы должны об этом приобретении знать, прежде чем вы решите, верить вам или нет. Прежде всего, вы найдете того единственного друга и возлюбленного с большой буквы, которого вам не хватает, пока вы не знаете Ешуа. Он тот самый, который уже знает все тайны вашей души, даже не до конца понятные вам самому. Вообще не с ним. Вы никогда не испытаете непонимания, эгоизма, предательства и других вещей, которые в прошлом возможно разрушали и уничтожали, может быть, даже ваши отношения с людьми. Если ему вы сможете сказать все, что вы думаете и чувствуете и он поймет. Почему он поймет вас? Потому что, во-первых, он ваш создатель. Он тот, кто создал вас и знает вас так, как больше вас не знает никто. Он знает вас намного лучше, чем вас знают ваши собственные родители и вы сами знаете себя. И также он сможет вас понять, потому что он не только Бог, создавший вас, но он человек, проживший на этой земле полноценную и очень напряженную и очень богатую человеческую жизнь. Он испытал и взлеты, и падения, и дружбу, и предательство, и радость, и боль. Причем, такую боль, по сравнению с которой ваша боль, какой бы огромной ни казалась она вам, она все равно капля в море. Так что, он поймет. Более того, он исцелит. Но главное, веруя в него, вы приобретаете не просто прощение грехов и исцеление для вашего нутра, для вашей души, для вашего сердца, вы приобретаете прежде всего его самого, его присутствие, которое никогда не покинет вас ни на секунду. Второе великое приобретение, о котором вы должны знать, которое даст вам вера, это единоверцы. Конечно, если вера разъединит вас с родственниками, это незаменимо, но я и не говорю о какой-то замене. Я говорю об отношениях другого качества, которых вне веры нет и быть не может. Я говорю о людях, которые смогут молиться за вас, так же, как за моего друга Рафаэля молились его друзья, и что самое главное, о людях, молитвы которых Бог услышит. Что вы рискуете потерять, уверовав в Ешуа, вы, вероятно, знаете и сами. Если до сих пор вы об этом не думали, то, вероятно, задумались сейчас. Но я обязан также рассказать вам о том, что вы приобретете. Точнее, кого вы приобретете. Выбор, иметь или не иметь, всегда будет только вашим. Решайте. Выбирайте. Шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»